Ну что ж, добрый день, уважаемые слушатели, и добрый день, мой видеодневник. Очень увлекла меня идея терапевтического дневника, очень-очень. Я еще помню 90-е годы, когда я оканчивала Институт международных отношений, и моя подруга Наташа занималась социологией и психологией. Да, она брала зал в аренду, приглашала большое количество, до 30 человек, и мы проводили психологические общения. Теперь я могу понять, что это были проработки. И вот теперь я могу понять, насколько это было, мягко говоря, неполезно и опасно. Но это только теперь. Раньше эта информация распространялась как прогрессивная информация, которая поможет решить некоторые психологические вопросы. Да, времена меняются, вот как. Теперь я могу сказать, пройдя 4 проработки у гипно-коучеров Павла Дмитриева. Правда, действительно, решение финансовых вопросов пошло намного быстрее и намного легче. Ведь я и раньше знала, что можно сделать вот так вот, облегчить финансовое давление на себя. Но почему-то этого не делала. А теперь я это просто делаю вот на раз-два. Конечно, это вызывает в финансовых учреждениях такое противодействие. Но я имею это право по закону, поэтому я им воспользуюсь. Вот. Намного легче стало дышать. Действительно, ушло ощущение какого-то такого кошмара финансового. И появилось ощущение уверенности, что я могу закрыть вопрос этот финансовый. Я могу закрыть финансовый минус. Пришло ощущение. Фактически я это могу сделать. На протяжении определенного периода времени. Но появилось желание закрыть это вот так. Раз. И два. И все. Хочется новой внутренней финансовой реальности. Вот. Однако, конечно, новые события в Украине. Цифровые деньги на повестке дня у нас сейчас. В интересное время мы живем. Да. Есть реальность, есть повестка дня, есть какие-то слои реальностей. И все равно для человека, который задался целью вынырнуть и как серфер по волнам прыгать на своей доске для катания, это задача под силу. И я это чувствую. Вот сегодня такая была тема моего дневника. Я хотела бы, конечно, тоже увидеть в Ютубе отзывы о проработках и впечатления о проработках более детальные. То, что вижу я, это непосредственно люди, которые прошли чистилище и гипно-коучинг. Вот я чистилище не прошла и гипно-коучинг еще не прошла. Я только на пути. Но мне очень хочется туда попасть. Я делаю все возможное. Для того, чтобы попасть сюда намного быстрее, чем схема выхода из моих минусов. Вот такая вот сегодня рефлексия и дневник.